Колодно-бортьевое пчеловодство в Башкирии получит новую поддержку. В региональном Минсельхозе разработали проект, который позволит расширить число получателей субсидий. О развитии пчеловодства в нашей республике поговорим с потомственным пчеловодом, руководителем Бирского отделения Союза пчеловодов России Артемом Черняковым. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вот для начала, пока мы еще не говорим про субсидию, пока мы и дальше не уходим в развитие этой отрасли, расскажите, пожалуйста, для тех, кто не знает, и для меня в том числе, в чем отличается колодно-бортьевое пчеловодство от бортьевого? Ну, по сути, ничем не отличается такой мед. То же самое, что будут колоды стоять на земле, что будет наверху. Мед будет абсолютно одинаковый. То есть бортьевой это то, что на деревьях? Да. А колодно-бортьевой это то, что стоит на земле? Это то, что человек сам у себя на участке. Ну, раньше просто в старину лазили все на деревьях, старались в дуплах, это все было. Выпиливали, держали. Туда сами, получается, пчелы залетали, наша среднерусская порода. Они им заметки ставили и мед это собирали. Но потом со временем пришло то, что зачем они будут это делать, если можно поставить это на земле. То же самое получилось. Да, и лазить ничего не нужно. Это то же самое получилось, что это стоит еще на земле. Ну, вот что касается субсидий. Почему эта тема интересна? Вот я прочитала, что в том числе она направлена на сохранение нашей башкирской пчелы. Какая может быть связь между субсидией и поддержкой, развитием сохранения пчелы? Ну, сохранение пчелы нашей пчелы же в среднерусской остается мало уже. У нас два района, насколько я знаю, и один район остался, где ее более-менее. Много где ее задерживают. Это где? Бурзианский район, более-менее держат. А остальные пчелы уходят на другую. То, что с чем легче работать. Со среднерусской пчелой тяжело работать. Не каждая с ней сможет работать, она очень злая. Бурзианская пчела. Да, бурзианская пчела. Слушайте, я еще вас не спросила. У вас же есть особый вид колоды, да? Японская колода. Японская колода, да, это мы новые колоды. Потому что колод несколько, они разные виды имеют, да? Мы видели в интернете, тоже просто смотрели, смотрели. И Александр Герасимов предложил вот мы с ним. Сейчас свои зрители могут наблюдать, как она выглядит. Александр Герасимов продумал, мы его собрали, сделали вот их, получается, 17 штук. Поставили, на испробу сделали. Но что интересно, очень интересные колоды. То же самое, никакого взаимодействия нет. Она как будто бы кирпичная. Ну, она как будто кирпичная, квадратная, да, она такая есть. Но ее способ, ее внешний плюс идет. В очень хороший урожайный год можно будет доставлять магазины снизу. Можно будет ее вдвоем, втроем приподнимать и доставлять дальше магазины. И то же самое получается. А в нее заселяются тоже бурзианские пчелы? Ну, такая же, да, наша средняя скорость. Слушайте, я еще хотела про эту пчелу поговорить. Вот вы говорите, злая, да? То есть она агрессивная. А почему все-таки она так ценится? Ну, она в наших условиях климатических зимостойка очень хорошо зимует. И медоносность мне у нее очень больше нравится. Даже вот судите, если этот год. В этот год липу много поморозило. С пчеловодами, я с кем-то с ребят разговариваю, у кого есть карника, они все сказали, что... Карника это еще какая-то пчела? Она неплохо очень, говорит, взяток мало заработает. Ну, вот у нас на среднерусский магазин, она, магазин два, который вся принесла. В принципе, хоть и в этом году и нету лип, хоть и заморозило. Она хорошо отработала. Вот как, да? И еще тоже интересный факт. Либо миф, вот вы, пожалуйста, объясните. Узнала, что бурзианская пчела раньше находилась на всем евразийском континенте. Это было, да. Но сохранилась только в Башкирии. Это действительно? Это в действительности, да. Ну, видим, потому что, опять же, климат для нее подходящий, да? Да, скорее всего, климат подходящий для этой пчелы. А какой вид пчеловодства у нас в Башкирии сегодня наиболее развит? Ну, больше всего углевый мед, потому что... Проще. Проще. Вывезти проще, чем колоду куда-то тащить. Здесь сейчас посевных полей много, все вывозят. Как бы и взяток намного больше меда получается. Тут же пчеле отстраивать ничего не больного не надо, ващину поставил. В принципе, она оттягивает быстро. 5 килограмм меда, грубо говоря, на магазин тратит. Магазин это коробочка улей? Да, да. Ну, это магазин, где стоят мини-рамки. Ясно. И быстрее же это все. У кого-то уже отстроено, если она суша, они ее ставят. Они же ее сразу затаскивают. А в бортиоиде она, нужно же пчеле самой же это все отстроить. Там же препятствий у человека нет, у человека ей ничего не помогает. Она сама себя лечит. Вот почему еще субсидия, да? Для того, чтобы мотивировать пчеловодов этим заниматься. С колодного меда, из бортиевого меда, грубо говоря, взять. Берешь только на второй-третий год. Не больше 10 килограммов с одной колоды. А с ульи можно взять, грубо говоря, хороший сезон, 120 килограмм меда. А почему тогда пчеловоды, вы в том числе, занимаетесь и бортиевым пчеловодством? Если это непросто и не так рентабельно, как я поняла. Ну, что-то я вот в последнее время как бы стал поддерживать нашу именно популяцию, именно башкирские пчелы. Я перешел на нее и больше стал поддерживать. Ну, почему? Потому что этот мед дороже. Ну, и не то, что он дороже этот мед. Как бы мне, я не знаю, как это правильно ответить. Мне сама в себе пчела нравится, чем вот взять. Я сравнивал пчелу с бакфастом. Работать с ней интересно? Интересно с ней работать. Я сравнивал с бакфастом, сравнивал с карникой. Специально отдельные места увозил, ставил. У меня и был бакфаст, я его убрал. Была и карника, я ее тоже полностью убрал. Я ставил, у меня чисто сейчас карпатка и чисто среднерусская порода. Больше я никакую пчелу больше не делаю. Ну, ясно. Вот знаете, что интересно? Башкирский мед знают во всем мире. Он ценится, его знают, наверное, в каждой стране. Если я сейчас не преувеличиваю, да. И тем не менее, вот как-то так не сложилось. У нас нет крупных предпринимателей, крупных пчеловодов, которые экспортировали бы большими объемами за рубеж, к примеру. Почему у нас в основном мелкие хозяйства, и пчеловоды в основном как-то отдельно работают? Ну, мы, не знаю, мое мнение, я считаю, что должен быть кто-то один. Может, наш государственный, башкирский какой-то завод перерабатывающий, который брал бы по нормальной цене мед, у пчеловодов. И уже они бы куда-то экспортировали. Я думаю, это бы выросло в два раза больше. Потому что больше пчеловодов заинтересовали, и больше бы производили бы, и было бы много, и расширяли бы пасеки больше. Ну, вот вы с кем-то сотрудничаете, и с коллег? Ну, мы сотрудничаем, да. У нас вот пять человек, с кем мы сотрудничаем. А вот, если можно, расскажите, пожалуйста, вот вы же потомственный пчеловод. Это, наверное, как у врачей, да? Передается из поколения в поколение любовь к пасеке. Ну, да, у нас получается, вот, у меня есть сестра и брат, они у меня пчелы почему-то не взлюбили, они сказали, что это все не их, не специально. Из троих я только один пчеловодец-то пошел. Я пришел, поработал маленький, я сказал, это мое, и все, и так и остался. А почему у вас руки не покусаны? Ну, у меня иммунитет у меня не пухает даже. Да? Пчелы, да. Да, тоже, наверное, из поколения в поколение передается. Ну, нет, у меня отца опухало. А, вот как, да? Да. У вас же еще дочка тоже заинтересовалась, да? Дочка занимается, да. Ну, у меня дочка, они же более молодежные. Ага. В ситуации они вот смотрят, там, как агротуризм, они в этом плане больше проглядывают. Там, аэпидомики, чтобы были, вот такое все. Ну, вот, с желанием горит, ну, восполняем сейчас, начали строить вторую пасеку. А вот... Я думаю, что мы это сделаем. И как вот вам кажется, в чем секрет успешного пчеловода? Пчеловода, да. Да. Ну, тут всех пчеловодов по-разному, но... Ну, опять же, территорию нужно правильно выбрать. Ну, нужна правильная территория, да. В зависимости, на чем он работает, на чем он больше опирается. На липовый мед, на разнотраве, на цветки и кто-то. Они все же по-разному где-то работают. Где-то липы нету, где-то только на разнотраве работают и переезжают посевные поля. У меня в стационарном поиске я вообще никуда не езжу. У меня как бы хватает и липы очень много своей, и дикоросы очень много своего. А от чего в вашем случае может зависеть урожай? Ну, от погоды, опять же, зависит. Вот погода же разная бывает. То засуха у нас второй год подряд сильно сушит. Или морозы, вот нынче, считай, заморозила в мае. Очень сильно липу. Которые стояли в оврагах, эта липа, она вся замерзла до половины деревьев. Она не выделяла нынче вот мед. Вот когда? Да. А вот которая на верхах стояла, вот гор, та, хорошо, полностью липся, липа, цветла, вся хорошо выглядела. Я сейчас попрошу еще режиссера вывести на экран видео именно бортьевого пчеловодства. И мы с вами обсудим как раз для тех, кто тоже не разбирается. Вот смотрите, вот это, да, бортьевое пчеловодство? Да, это бортьевое. Человек залезает на дерево? Ну, это уже они поставили, получается, колоду наверх на болоте, да. А раньше они были в дуплах. Полностью в деревьях, в дуплах. Это просто сейчас уже многие ставят, ну, многие поднимают, ставят, а вот это они уже стоят вот на земле. Ага. Ну, тоже они из деревьев сделаны, да? Да, ну, так же, да, все сделано из дерева. Чтобы пчела думала, что это та самая борть. Да, да, да. Вот как, смотрите. Понятно. А вот у вас какие планы по развитию именно бортьевого пчеловодства? Может быть, вы планируете расширяться в том числе? Ну, я уже планирую следующий год не меньше 50-80 поставить. 50-80? Да, колоду. А то в следующий год у меня все в планах уже заложено. Угу. Буду ставить. Вот как вам лично видится, вот если мы в целом будем рассматривать развитие пчеловодства в республике, мы идем в направлении развития большими шагами? Или как? Нет. У нас в Башкирии малыми шагами движется, если так взять. Если вот другие большие регионы... Опять же, мелкие хозяйства пока еще, да? Да, все мелкие хозяйства. Ну, и нужно заинтересовывать молодежь. Молодежь у нас сейчас такая, что работать более сильно физически не хочет. А что пчеловодов иногда пугает? Вот, например, там какие-то неурожайные годы могут, да, наверное, в какой-то степени повлиять на мотивацию дальше работать? Ну, не то, что мотивацию пугает. Мотивацию пчеловодов никогда не пугает. Пчеловоды всегда, они всегда на мотивации появятся. Это особая романтика, наверное. Да, наверное. Оно никогда ничего не испортит. Ага. В основном это субсидирование вот это пугает. То, что кто есть молодые пчеловоды, они хотят этим заняться, как бы. Я вот лично двоих знаю, они пытаются, третий год они занимаются, я им помогаю. Этим пчеловодам в нашем районе, как бы я стараюсь, чтобы они расширились. Они тоже работают, вот им господдержки сильно нужны. А есть такие пчеловоды, которые без господдержек работают, вы, например, да? Ну, мы уже как бы выросли с этого, то, что у нас пасеки уже большие, как бы мы не... В принципе, я считаю, что у кого большие пасеки уже есть, то уже развился. То, что они уже достигли чего... Могут себе позволить. Они могут себе позволить это сами, без господдержки, если так вот подняться. Спасибо вам большое. Все молодые пчеловоды. Это было очень интересное интервью. Я надеюсь, что мы сейчас вот этим общением, разговором, может быть, даже заинтересовали, в том числе, молодежь, на то, чтобы заниматься таким необычным ремеслом. Спасибо, Афер. Я напомню, что гостем нашей студии был потомственный пчеловод, руководитель Бирского отделения Союза пчеловодов России Артем Черняков. Оставайтесь на телеканале «Вся Уфа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова